Я, не знаю, постараюсь коробко... Постараюсь коробко... Для твоего цвета. Хотя предмет на самом деле очень сложный. Но интересный. Он интересный, да? Он очень запутанный. И вот я просто когда готовился, я даже не очень понимал. Потому что всем известно интеллигенция. Такое специфическое российское понятие. Но на самом деле я... И вот тут надо разделить. Потому что, конечно, интеллигенция есть и на Западе. Просто, грубо говоря, есть две модели, даже не две модели. Можно говорить, что у нас просто интеллигенция, она шире, чем западная. Ну, я, пожалуй, приведу пример. Я вот подумал, чтобы вот пояснить, да? Не вдаваться сейчас в подробности. Я, да, был совсем молодым, читал очень интересную книжку про... Ну, может быть, вы эту фамилию услышали. Будут же такую услышали. Программин Борисович Красин. Книжка, биографическая книжка, называлась «Люборь к электричеству». Вот Красин, блестящий инженер, совершенно блестящий инженер. Он работал инженером. Он очень образованный, да? Он очень много сделал, его очень ценили. Когда он после разборки первой русской революции уехал в Германию, он работал в Сименсе, в концерте «Сименс», и очень много, и очень ценился, и зарабатывал. В общем, даже отошел, можно сказать, в какой-то момент. По сути дела отошел от революционного движения, потом вернулся в Россию. Да, а в годы первой революции он был, ни много ни мало, как и организационным, и техническим руководителем боевиков пушинских. Изготавливал бомбы, организовывал все это, оружие, отвечал. Техническое обеспечение. Не только техническое, но и организационное. То есть и организационное, и техническое. Фактически был руководителем боевиков. И в дальнейшем там, даже уже находясь за границей, там курировал вот эти экс, которые экспроприации, например, ограбление Тифлийского банка, который на месте организовывал стадо и так далее. Вот почему инженер пошел в революцию. Там, на самом деле, в той книжке очень хорошо объяснено. Вот он получил образование за границей. Вот он приехал в Россию. Причем образование. Он, опять, талантливый инженер, технократ, который хочет применить свои знания на российской почве. Уже тогда у нас уровень разделения труда отставал год западный. То есть тебя выучили на одно в рамках западной системы разделения труда, что можно сделать, как можно сделать. Ты приезжаешь в Россию, и ты сталкиваешься с проблемой. То, что ты умеешь, ты не можешь сделать. Тебе приходится, во-первых, с кем ты умеешь. Умеешь дело, значит, с местными буржуями. Никто. Этого в дуале нет. И ты не можешь ничего объяснить. То есть эвелляция к тому, что что-то делается на Западе бессмысленно. Не будет этого применения. Потому что его уровень разделения труда здесь внутри страны другой. Он в этом смысле буржу и прав. Но они не могут никак договориться. С государством договориться тоже нельзя. А ты хочешь, тебя научили, ты хочешь, говоришь, техника может многое. Значит, дальше оно происходит. Почему нельзя вот эти все новинки, техники, которые я знаю, которые я у меня сделаю, что-то с ними здесь в России предприятие. Ну, наверное, потому что плохой социальный ствол. И вот он идет в революцию, меняет социальный ствол. Я еще раз говорю. Да, вот он был руководителем бояков, потом ехал за границу, там еще занимался спортивной работой некоторое время. А потом пошел работать на Сименс. И, как пишут в биографии, отошел от революции. Получил возможность реализовывать свой потенциал в адекватной среде. Ну, конечно, когда там революция произошла, он вернулся, потому что ему сказали, что здесь все будет. Но, я не знаю, про это все души глухо. Судя по всему, столкнувшись с ситуацией здесь, собственно, он уехал и закончил жизнь при этом в Париже. То есть все равно сбежал из этой ситуации. Тут уже было бы смысл делать революцию. Ну и, кстати, отношение к нему такое немножко двойственное. С одной стороны, конечно, ветеран всегда в советское время был ветеран революции, все и многое сделал. Но, с другой стороны, как-то не чувствуется, какая-то умница, какая-то чуждость. Вот у нас инженеры, на Западе это нет, инженеров украстили, там, где инженер получает возможность реализовать то, на что его выучили, он не будет там думать о судьбе безнародной и так далее. Поэтому у нас вот это понятие, я почему привел пример, это отличие русской. У нас круг интеллигенции гораздо шире, включая тех, кого на Западе действительно не включают. Но на Западе круг интеллигенции все равно есть того, что можно назвать интеллигенцией. Там просто другая, немножко более упорядоченная структура. Я в этом смысле буду отталкиваться от Западной модели, имея в виду, что она исходная, она базовая. При этом мы будем иметь в виду, что российская интеллигенция и все остальное, это, конечно, такое искаженное и, опять-таки, объективное, более расширенный вариант Западного. Если мы будем говорить про западную модель интеллигенции, то в первую очередь, конечно, она связана с системой университетов. Я бы даже сказал так, гуманитарным университетом. Потому что университеты долгое время были гуманитарными. И только потом, и многие только там в концу 19-го, начало 20-го века стали включать в себя технические специальности, и там уже произошла некая смесь. Опять-таки, в России гуманитарный университет, который поставлял интеллигенцию, стал поставлять интеллигенцию техническую в том числе. Что такое гуманитарный университет на Западе? Это университет, который, вообще говоря, готовит людей для государственной службы. Другое дело, да? Подождите, ну а как же так? Филологи, историки. Это у нас. Давайте, филолог готовился к государственной службе. Еще раз, это кайф. Вот, смотрим, да? Проблема. Гуманитарный университет, основное его предназначение. Есть еще, вот, это важный момент, да? Он еще готовил для самих университетов. Карли, да? Модель очень замкнутая. Гуманитарный университет готовит на государственную службу. Государственная служба престижна, дает определенные таковы. Можно сделать как-либо. Люди приходят, да? Люди хотят учиться в университетах. Значит, университетская система расширяется. Надо готовить преподавателей. У нас сюда включается, да? В том числе, в российском варианте, да? Надо готовить не только преподавателей, но надо готовить их учеников. Школа. То есть, не только, да? Это в некотором смысле замкнутый сам на себя мир, ну, отчасти замкнутый, да? Да, плюс, сюда же выпадают, ну, разного рода свободные профессии. Собственно, поэты, художники. Не поэты, а литераторы. Да, давайте их назовем литераторы. Опять, да? Свободная профессия. Кто потребляет это все? В первую очередь. Это же среда. А художники тоже художники? Конечно. Художник вообще у тебя всю жизнь жил на государственных заказах. Долго и время. И пока там не возбогатели капиталисты, и пока они не отказались от своих кандемистских привычек. И на государстве? Ну да. В городе музыкант. Гимн играет для царя. Еще раз, да? Пусть музыканты. Да кто ходит в театр? Интеллигенция. Интеллигенция. Я говорю, она замкнута сама на себя, да? Литераторов читает интеллигенцию. Публицистов читает интеллигенцию. Журналисты, да, читают интеллигенцию. Да, потом это все как бы распространяется. Потом народ начинает. Ну почему народ начинает? В школах. Ну в принципе вот такая замка. В любом случае смысл существа радио в том, что они поставляют кадры для государственных служб. Эта система поддерживается государством в разных сферах, конечно, по разным, но на государственных службах. Но при этом существует такая своя собственная структура. Под структурой, замкнутой со своими собственными интересами и так далее. Да, при этом начиная с какого-то момента и государственных служб уже, да, возникает еще одна обратная связь, да. Потому что до какого-то момента совершенно не обязательно готовят исполнителей для государственных служб, а занимают, скажем, аристократы, да, основные должности. Но потом это все расширяется, то есть у нас в государственной службе работают только люди, окончившие университет, как бы ничего другого не знающие, да, и они как бы поддерживают и так далее. Всю эту систему, да, и отличается такая замка. Но как она устроена структурно? То есть вот у нас есть иерархия госслужбы, жесткая, да, глубокая. У нас есть система частичных иерархий интеллигенции, в основном университет, да, причем на разных основаниях. Она здесь официальная иерархия, то есть иерархия университетская, какой-то там доцент, профессор, ординарный, экстраординарный профессор. Наоборот, ординарный, высшая иерархия. Вот так кусочки частичной иерархии, значит, свободы и профессии, которые, значит, тут есть, да, откуда черпаются все это, да. А вот тут, на самом деле, да, есть народ. То есть большевики были правы, когда говорили, что интеллигенция прослойка. Она прослойка не между христианами и пролетариатами, а между государственной бюрократией и народами. Так что черпает, ну, люди идут, да, она создает и люди для народов, что можно там куда-то продвинуться. Значит, надо только пройти вот этот прословичный, что-то, да, пройти прословичный. А без этого, да, не пройдя этот прословичный, народ тут и буржуазии. Нет, но они же все равно просачкались. Буржуазии же тоже сидим, да, это не забудем. Буржуазия тоже у нас на роде числится. Значит, что для того, чтобы просочить сюда, надо обязательно пройти сквозь эту среду тут и так далее. Значит, она является прословичной. И в этом смысле, да, у нее все время. С одной стороны, да, и иерархии, я уже сказал, да, частичные иерархии, они, с одной стороны, есть официальные иерархии, да, тут много иерархий в этой среде, да, есть иерархии авторитетов. Немножко другие иерархии, да, научные какие-то еще, да, то есть тут система взаимосвязи, она очень сложная и богатая. Я тоже накладываю свою печать. Вот как раз иерархия авторитетов, на мой взгляд, скорее всего, да. Если эта система работает хорошо, значит, всем достаются места, потому что, допустим, достаются места не здесь, но вот эти свободные радикалы тоже имеют хорошие места. Пример страны, который, кстати, этот вопрос достаточно, конечно, очень уродным образом, но до последнего времени эффективно решался. Это Соединенные Штаты Америки. А почему? А мы скажем, ну вот, сколько там юристов? Очень много. Очень много, да. И опять-таки, на госслужбе в основном работают юристы. Да, но, если, ну тут у тебя, да, ну у тебя и система так устроена, да, в том числе государственная власть, создает места, так принимает законы и так все, да, что у вас, в общем, ты закончил юрист, чтобы хорошо жить, совершенно не обязательно идти на государственную службу. Можно устроиться и за пределы. И в этом смысле у тебя даже никаких мыслей не возникает, там, народ, не народ, кто, чего. Только если вот тебе самому столько, ну, то есть социальный почерк, скажем, для интеллигентского поведения, как мы привыкли, не существует. Иди туда и будешь зарабатывать даже больше, чем ты. Хочешь на госслужбу или на госслужбу. Там зарплаты меньше будут, там власти, чего-то влияние больше. Да, и существуют, конечно, вот эти самые перетоки от Соединенных Штатов, да, туда-сюда. Ну, надоело тебе работать юристом, да, ну там иерархия, потому что здесь же местные. Как делается политическая карьера, да, в основном? Начинается же с прокурора. Самая обычная политическая карьера – это прокурор. Потому что это выборная должность, низовая выборная должность. Значит, если ты выбрался на нее, как ты себя проявил, то вот у тебя даже возможность идти по политической части, линии, куда вот там, до Конгресса, может быть, президент, если прокурор. Просто прокурор или прокурор города? Какая-то... Прокурор! Прокурор чего-то! А, да? Конечно! Административная единица. Административная единица. Прокурор – выборная должность. Штатов. Это первая ступенька политической карьеры, в общем. И вот это так работает, да, и ни у кого нет. Значит, опять же... А дальше всякие экономисты, которые, ну, на промышленности, которые... Когда ты должен пристрелять экономистов? Не макро-экономист? Или государственных служб, а просто экономист? А в чем проблема? Работает и работает. Работает и работает. Работает и работает. Еще раз. Подожди, это же смех, смотри, да? Еще, да? Система образования, ну, она... Ее стараются, да, так устроить. Я же говорю, вот, инженеры, да? Инженеры готовят для того, чтобы ты работал на фирме. Да, ты вышел, получил образование, можешь работать на фирме. И экономист тоже, рядовой экономист, тебя готовят, да? Тебя там не заморачивают голову высокими материями. Ну, да. Тебе вдолбили в голову некую систему представлений шаблона, и все, ты уже готов. Идти работать на фирму. Опять-таки, да, образование рядового экономиста – это кейсы, взятые в реальной жизни. Тебя натаскивают на эти кейсы, после чего ты пошел работать. Все, у тебя нет никаких проблем. И все равно он ничего не знает, что ли? Только кейсы и все. Да, узкая специализация. Ну, у нас точно так же, если крупная фирма, бухгалтерия. Все сидят на отдельных операциях. Все знают по бухгалтеру, главу. Ну, это очень приближенное лицо к императору. А все остальные, в случае, в русском планом на деле, так же. Они сидят и там на чем-то живут. На своей операции. Ну, да, но это же гуманитарные университеты тоже очень. Экономические университеты. Он же относится с этим. Я говорю, у тебя вот давай. Вот эта система, конечно. Я еще раз говорю, гуманитарные университеты. Эта система вся развивалась. Тут есть гуманитарные университеты, а здесь просто. Ты заканчиваешь простой университет, где тебя не заморачивают. В Англии есть Кэмблит, Шоксфорд и, может быть, еще парочка. И там уже готовят для государства. Есть куча других там побочек. И эти гуманитарные университеты готовят и для этих университетов. Да, но... Преподаватели. Но там система образования по-другому устроена. Там нет... Стараются не давать гиперообразования. А как же они потом в правительство идут? Нет, вот этим гиперообразованию нужно. Как они войдут в правительство? Кстати, в Англии... Они же с прослойки идут выше. В Англии же это тоже один из интересных моментов. Кстати, в этом смысле любопытный. Потому что, например, ненависть англичан к Маркле и Тетча, в том числе... Я вот очень хорошо помню, как писали, да? Не только рядовые англичане. Ладно, да. А самой элиты Маргарет Тетчер заключалось в том, что Маргарет Тетчер как раз не кончала его софтилитеты. Она была из технического вуза. У нее разностороннее мышление. Это не варь, она выскочка для людей. Она не должна была пойти на государственную службу, где не предназначалось это. Она туда пошла, прорвалась, их всех опустила во многом. И поэтому там не только, еще раз, народ думает то, что думает элита. А элита изначально была Маргарет Тетчер. Она еще не успела ничего сделать, а они уже думали плохо. Она не совет. Попадает, да, но с такими вот издержками. Ну как же она прорвалась туда? Да нет. Вы поймите... Именно ее личные свойства. Это ее личные, да. Ну тут, опять-таки, всякое бывает. Еще раз, законы, да. Действуют все-таки... Законы действуют, но они действуют всегда в вероятности формы. Ну то есть это флуктуация, правильно? Да, скорее исключили, нежели чем правильно. Что там кто-то может стать премьер-министром, не закончив там некий там набор, вообще не праве нет, да, там с вероятностью там... Не вообще с любого вероятности, а с вероятностью там пять процентов. Ну вот. Есть же эта вероятность. Она реализована. Кстати, та же самая история с Берлусконией, которая ненавидит и бизнес-элита как выскочка, и политическая элита как выскочка. Ну вот, что он в три процента пошел, да? Это вот. Да, он как раз та самая паршивовца, которая забила всех правильных. Белая ворота. Да, это везде. При этом обратим внимание, да, там еще Берлускони, понимаете, итальянский случай, он же очень показательный. Почему? Потому что там вся элита, мало того, что она достаточно консолидированная, там, как показывают все расследования, которые были проведены, в том числе инициативы, да, вся эта элита еще была тесно связана с мафией. Всю жизнь, да? Там вот Джулиан Триотти, который раз в 15, например, в месяц ему сдали, там самому уважаемому человеку, Беттино Красноси, лидер социалистической партии. Все они замазались, да? Это некий, да, такой глупый, замкнутый. В том числе, включая все эти лидеры мафии. А тут пришел человек вообще со стороны. И они, конечно, его уничтожают там всячески. И народ его точно так же не нанят, кстати говоря. Вопрос о том, что он думает то, что элита, у нас люди тоже. А народ думает то, что элита тоже. Ну как это? Ну для одних и других он и страной является выскочкой. Да нет, для народа то он не выскочка, но он не может понять, да? Да может говорят там, в газетах пишут, что негодяне. Ну по телевизору говорят, да? Уважаемые люди, да? Авторитетные люди. Тут иерархия авторитетов и все выстроили. Ну как? А что? Откуда у меня вообще может быть суждение какое-то? Да, но давайте еще раз про эту просвойку. Еще одно отличие нас от них, и дореволюционные, и послеволюционные. Да, но смотрите. Конечно, это просвойка. Вот так, если все работает хорошо, еще раз, да, там можно определить, да, здесь все работает хорошо. Хочешь пойти на государственную службу, есть места, делать карьеру. Да, надо постараться, но ты понимаешь, да, как сделать карьеру. Не хочешь сделать карьеру, есть места, где ты можешь себя занять. Ну, когда все устроено хорошо, то, в общем, просвойка будет себя нести достаточно индифферентно, и, в общем, выполнять свою социальную функцию просвойки, для которой она и существует. Конечно, бывают разного рода проблемы. Ну, вот я уже говорил, да, 19 век в этом смысле очень показательный. То есть, скажем так, да, в 19 веке просвойка могла поставить только вот сюда людей. До какого-то уровня. Да, выше уже начинались аристократы военные. Посмотрим у нас. Я все время про Фондорин, наверное, читаете, да? Детективы, нет? Читают буквально. Ну, кто-то читает, да, там вот есть этот самый Фондорин, да? Вот он, да, русский интеллигент, который служит спецслужбам, да? Который там регулярно спасает монархию, регулярно спасает своих непосредственных начальников, которые даже не могут понять, что их спасли. Просто не уму постигают. И у которого все время, там, на протяжении всех романов, значит, такая жестокая фрустрация, а зачем я все это делаю? Ну, опять-таки, да, там Акунин описывает некий идеал. Не знаю, зачем я это делаю, но здесь как-то был в 5 на 5 начинался. Веберовский идеал. Профессионального долга. Призвание. Призвание, да? Я не знаю, зачем я это делаю все, но я это делаю просто потому, что я это дурно. Ну, там ни Веберовский, ни коммунистский идеал, потому что Акунин все время подчеркивает, да, это идеал смуразький. Ну да, долг. Долг благородного человека. Кстати, к вопросу о том, да, ну ладно, не все же были в пятницу. Ну скажите. Нет, потому что самурайская схема, она похожа на Калиновскую. На совсем других основаниях. К тем же уровня. Да, но та же самая. Поэтому Япония у вас, конечно, капитализм восприняла гораздо эффективнее и быстрее. Тебе сказали, да, раньше у тебя был долг военная служба, теперь тебе сказали, теперь твой долг это экономического процветания. Кто сказал? Ну, Ператор сказал. Все. Я забыл. Ну там у них, по-моему, все проще, сама структура была, строгое разграничение, разделение труда. Нет, ну не варь там. Главное, что тебе сказали, в чем заключается твой долг, значит все, ты не задумываешься. Ну в Китае же тоже так же. В Китае нет, совсем по-другому все. В Китае другая система, поэтому он и в капитализм не мог вползти. Ну это так, я говорю, отступление к научной лекции. Только сейчас просто в клуб пришел, привел пример Фондорина и сообразил. Озорение? Да. Хотя я его приводил для другого. Да, вот, все. Да, ограничить, то есть ты не можешь делать карьеру на какой-то момент. Да, тут, ну как известно, да, может ли сын полковник стать генералом. Может, если женится на дочке генерала. Ух, да. Нет, не может, потому что у генерала тоже есть сын. Да, и не в дочери. Насчет дочек. Сейчас это обходится, есть однополые браки. Насчет дочек, это, кстати, это просто, на самом деле какая-то демографическая аномалия. Но я видел исследование, да, если опять так говорить, да, причем-то у советских академиков в основном рождались дочери. Поэтому в Советском Союзе была мощный социальный лист. Ну, а даже поговорка, да, что звание академик передается по наследству от отца к зятю. Ну, вот звание. Мозги. Не важно. Нет. Не важно. Тут тоже, да, дети генералов и так далее, да, которые там... Тут же нет, смотри, вся система не сбалансирована, да. Валентарный университет, он сам по себе создается, там, как-то поддерживает. Он же не рассчитан, да, там, не говорится. Нет планового хозяйства, да, что для госслужбы надо столько и не больше, да, а остальные... Еще раз, да, потому что есть множество сфер, да. Опять-таки ты можешь столкнуть ситуации. Перепроизводство. Вы их перепроизвели, значит, карьера здесь закрыта. Вот эти места, там, по какой-то причине, их не так много, и они, может быть, там, не приносят такого дохода, который бы компенсировал невозможную часть. Да, вот в XIX веке, пока система была не отработана, это была достаточно частая тема. Тогда вот эта прослойка начинала выехаться из этой прослойки, да, начинали искать, а что нам делать? Где? Начинается брожение. Начинается брожение. А в чем брожение? Да, у нас тут есть свои частичные иерархии, да, почему так сложно устроенные иерархии, да. Я говорю, да, давайте эти иерархии простроим народ. Ну, опять-таки, да, на Западе практически не было, вот, тоже отличие, да, все-таки на Западе к тому момент народ был уже достаточно сильно расчленен. Классово. Да, поэтому, вообще говоря, эти иерархии строились на определенные, там, группы населения, ну, классов. Самый известный, значит, проект выстроения интернативной иерархии – это Максим. Возьмем, вот, в народе есть, значит, какой-то класс. Да, давайте я выступлю отсюда его, выразительно его интересов. Выступлю уразительно его интересов, и на этой основе, да, я вот выстроил иерархию, мощную иерархию, включать в себя большинство населения, потому что когда прогнёл то, что пролетариат будет большинство в скором времени, все, некоторые, опасались, а Маркс, наоборот, с надеждой что-то, да. И тогда, смотрите, сковырнём, и вот мы займём это место. Про пролетариат, ну, на самом деле, что он будет делать не очень было понятно. Ну, его главная задача нас привести, вот сюда, да, сформать эту систему. Были другие, да, которые выстраивали свою иерархию, так говорили, на буржуазии, пытались. А, давайте мы выступим вашим выразительным, вашим интересам, да, вот, ну, Марксизм, да, Запад переварил это в виде многопартийной системы. Вот эти все попытки были переварены в виде создания многопартийных систем. И получилось ещё, как бы, лучшее, в том смысле, что теперь у вас есть тет-иерархия, есть, как бы, под такие, значит, иерархии партийные, да, вот вы можете из них попадать сюда, ну, куда угодно, значит, работаете, да, есть иерархия государственной службы. То есть сама система, как бы, стала больше, стала более ёмкой, да, и вот эти проблемы решили. До начала XIX века левые действительно представляли гигантскую опасность, реальную опасность, реально чувствуемую, да. Но когда, да, ну, решить эту проблему оказалось просто, да, там, известное явление, может быть, кто не знает, вильгеранизм. Значит, вильгерант, клевый, значит, социалист, вошедший в ужасное правительство во Франции, включили. Сан-демократическое движение мировое, там, целую гучу по этому поводу устроило, дискуссии, значит, и так далее, да, но... И вроде бы даже осудило, но потом, как бы, проникновение... Но потом стал вопрос, да, а почему нет? Почему нам не участвуют в правительстве? И, в общем, как бы, левые, да, из революционной партии, которая мечтала свергнуть эту настройку, да, стали вот это, там, левым крылом, вот в этой надоголовной системе теперь. Ну, по факту, причем ведь руками самые грязные делишки обычно делались. Ну, так... Значит, опять-таки, чего мы не знали? Ну, знали в очень искаженной форме. Ну, во-первых, да, мы не знали, да, там, к концу 19 века у нас, ну, по крайней мере, к середине 19 века, да, у нас расчленение вообще народа, ну, такого, да, сколько-нибудь не было. Ну, 90 процентов, это были крестьяне, это просто простой народ. Бывшие крепостные, или бывшие государственные, или какие угодно, да, никакого членения. Наша интеллигенция очень долгое время не могла думать ни о каком там группе и думала о народе в целом. И, опять-таки, по инерции, я все время говорю, да, есть социальная инерция. И до сих пор вот эта там дума о народе, они так и остались как моральная обязанность любого, значит, истинного интеллигента. Ну, потому что она была реально лет 50, собственно, ее сломал Клиханов с Владимиром Ильичем Лениным после долгой борьбы с народниками. С кем боролся? Ну, Владимир Ильич Ленин с Пельхановым. Ну, боролся с народом. Как это его знаменитая книжка, так называемая «Друзья народа» и «Как они валюют против Саудмака». Вот я даже вспомнил. Сломали, да, но при этом не до конца. Потому что, опять-таки, пролетариат был меньшинством, и он, конечно, рос, но прогноз, что он станет когда-то бывшинством, не было никакого. Все равно остался народ, да, а это нам сейчас по наследству, нам, да, про пролетариат мы все помнили после нашей советской власти. Да, и опять-таки, а что у нас в наследие? А у нас в наследие только то, что предыдущие поколения все думали о народе. Ну, поэтому у нас через часть интеллигенции вся думает о народе. Я не знаю, я-то много читаю всего, чего пишется, и, в общем, это все народ и народ. Что за народ, какой народ. В общем, понимаешь, что он, конечно, отличен от народа 19 века, но выводов из этого он каких-то людей. Он такой, да, вот. Пример такой социальной инерции. Во-первых, инерции, причем такой, переродные, инверсированные, да. Нет, там есть подвижки, вот, я с Каравой Зоей как-то общался давно, еще тоже обращал внимание, что социальная структура общества изменилась резко. Вот у него сейчас последние вот эти книги, он так начинает этот вопрос активно прочувствовать, что сейчас социальная структура... Да нет, я говорю, ну, конечно, все правильно, да, там, конечно, идет, я вот, тоже я смотрю, что еще у Левов происходит. Ну, правда, у Левов там, конечно, странный, да, там Петя Новосердов все равно там впадает в народничество в виде национализма. Ну, и ноги впадают, да, там, Левов национализм. Происходит, да, действительно сложное явление, давайте, это все. Еще раз, да, оно обусловлено, оно обусловлено промежуточным предположением и, конечно, проблемами в обустройстве всей системы. А у нас проблема-то чего, сейчас в стране страшная, да, у нас 93% выпускников получат высшее образование. Ну, а где же народ в таком случае? Народ их не родители. Да нет, ну, народ, еще раз, да, высшее, да, еще раз, ну, там другое дело, да, вот, у нас просто еще проблемы, да, там все-таки гуманитарный университет, там все понимают, о каких университетах внутри. А у нас высшее образование, там, где хочешь, там, включай, в общем, ничего не мешать, поэтому толком. Да, а где всем взять места? Нет, а с СССР же тоже все были высшее образование. Ничего подобного. Да нет, там техническое, ну, средне-техническое очень много. А, ну да, ПТУ, вы что, это, я могу сказать, да, у нас была школа, причем с нашей школой боролись не могли, да, потому что у нас было 90% поступление в ВУЗы. С одной стороны, да, даже было странно, она была, во-первых, спецанглийская, кого там готовили, да, зачем ПТУ. Ну, все равно, да, было общее, да, у вас слишком большой, ругали директора, пытались ругать директора, что у вас слишком большой процент поступлений. У нас все поступали в ВУЗы. Бывали, да, их ругали за это. Вот наш директор только отсказал свою позицию, просто потому что был депутат в ВУЗе. Это школа с 90% всех СССР в ВУЗе. Еще раз, некоторые, да, но это исключение. Я говорю, спецшколы, там, особые школы. Могу сказать по-своему, да, наша школа, последняя ведомственная школа в стране вообще. И некое время, потом она стала английское спец. В некоторое время она была и физико-математическая, и английская. Причем физику и математику в 9-10 классе, когда 10 лет была, преподавали на английском языке. И после этого, да, вопрос, да, сколько там человек должен поступать в ВУЗы. Какие проценты? И в ПТУ потом. Да, и в ПТУ. Ну вот, я говорю, такая... Но вот советская политика была, ребят, вы... Всеобщее образование? Нет. Нет. Вы не правите. Лозунг-то такой был? Да не выше. Но не выше. В школу. Но не выше. В школу. Но не выше. В школу даже не все закончили. А потом, когда этот лозунг появился? Когда в каком году лозунг появился? Ну, еще в времени, да. Ну, такая... У вас промышленность появилась? Да, да. Средняя все вообще образование. Средняя все вообще образование. Средняя техническая. Это, собственно, у всех там родителей советского времени было. Будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ. Пугалка. Чего? Это было нормально. Страшилка была. Да, страшилка. Сейчас никого ничего не испугает. Ну, да. Какое ПТУ? 93% закончат. Пойму. Ну, 7% тут. Никто не в ПТУ? Ну, там, кто туда. Армия, охранник, армия, охранник. Так почему же пугалкой, если туда шли? Что? В ПТУ. То есть рабочие-то нужны были все равно? А, престиж. Рабочие получали больше зарплаты, чем у инженеров. Ну, почему тогда пугалки? Ну, потому что не каждый хотел быть в ПТУ создавал. Ну, так же никто... Еще раз, да. Это же очень хорошие, вообще, места. Ну, что у тебя там, физически работать, да? Получил образование, значит. Да. Кстати, у нас говорили, учись, чтобы не работать. Учись, чтобы не работать. Одна из любимых. Нет, это всегда так. На самом деле, люди оценивают не уровень дохода, а соотношение дохода и геморроя, которые придется на это потратить. Это вот вы по факту. Вот у меня много знакомых, они предлагают серьезные зарплаты. Тысячи сто пятьдесят. Ну, там уже... Блин, ну надо ездить по командировкам. Отказываться. Потому что я лучше вот это. Ну, вот тут дома. Потише поживешь. Потише, да. Это везде так. Просто какие-то могут быть культурные особенности, там каких-нибудь, там американцев, они там готовы сорваться больше. Ну и то не всегда. А у нас там больше у него. Это всегда так. Люди, уровень дохода, они соотношение оценят. И что, доходом и расходом силы и энергии. Ну, кстати, да. Ну, опять-таки, да, там же в Советском Союзе тоже произошла, нет смысла, да. Если в шестидесятые годы старший научный сотрудник, ну, старший научный сотрудник, чтобы, в общем, было достижимо, там, нетрудно, там, диссертацию защитил кандидата, стал старшим, он получал заведомо больше, там, рабочего. на любой стадии его деятельности. Там доступ к благам получал. А? Там, ты попадаешь, попадаешь в доступ к благам. Нет, я же про шестидесятые, давайте, я про шестидесятые говорю. Я говорю про шестидесятые, шестидесятые такой острый, острого дефицита труда еще не было. Ну, понятно. Поэтому там и о благах никто не говорил. Опять-таки, старший научный сотрудник квартиру получает быстрее. На самом деле, просто по социальному статусу. Это про шестидесятые, я говорю. Ну, я сам учился, да, в шестидесятые. Там это было, начинал, заканчивал уже в семидесятые. Там это было реально. А в семидесятых, да, уже ситуация изменилась. Потому что, в том числе, уже в семидесятые, значит, я заканчивал в семидесятых. Могу сказать, да. Ну, я видел, да, у меня рядом институт теоретический эксперимент. И нас на практику на завод водили. Потому что все равно, у нас очень производственная практика была. И можно было сравнить количество машин, стоящих у проходных завода и стоящих около одного из ведущих институтов. Академических и госпомитетов по науке и технике. На заводе было на порядок больше. Ну, не на порядок, но несколько раз. Точно. Это произошло там буквально за десять лет. Это смена. Но это именно из-за дефицита рабочей силы. Дефицит рабочей силы очень сильно все поменял. И быстро. Ну, там же государственная служба, она же, как раз, давала заказ, коммунитарной университетной подготовки тех специалистов. То есть, было понятно, когда я тебя расстраиваю? Ну, это совершенно непонятно. Понимаете, это вот вам кажется, да, что заказ, он такой... Ну, я же распределялся, да, я не знаю как. Ну, нет, значит. Но не уходить со свободным распределением. Будь такой, если бы... Открепление брали, я брала открепление. Да нет, у кого как, да, у нас просто давали на свободное распределение. Потому что, ну, нет на вас разнаряда. Ну, вот мы вас выучили, да, а не знаем, куда там нужны экономистные тематики. Нет, я, может быть, ошибаюсь, а скорее всего ошибаюсь. Просто задаюсь вопросом, что если мы начнем выпускать такое же количество физиков и ядерщиков, как выпускать в Советском Союзе, то что с ними делать-то? Куда их делать-то? Солить. Ну, потому что с менеджером более-менее понятно, если он сам себя не пристроит, как найдется куда-то встроиться, а с этими чего-либо? Они еще могут, знаете, думать и... А куда он найдет? Митровой строится. Полный? А? Митровой строится. Продавцы... Физики, кстати, в Америке хорошо строятся. Физики назад. Финансируются. Хорошие естественники идут назад. Естественники хорошие идут назад. Нет, ну вот в этом... Марджин Коли, он же физиков, да, был? Инженер. Ракетчик. 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 Загосудали вы деньги, готовили специалистов на запад? Да. Ну что делать? Войны себе-то не нужны. Да. Они их выучили и все, и бросили. Не только на запад. Вот у меня знакомый там, шахматерик. Нет, я понимаю, что это критическое. Он вырагировал, потому что там начали их отстреливать. Удрал. Вчера можно готовить специалистов на запад. То есть я, как молодопотечист, с этим должен согласиться. Они их не готовят. Они их просто не берут, они сами уезжают. То есть это понятно. Потому что здесь-то делать нечего. Я не знаю, как сейчас ситуация, но где-то году в 2004, как мне рассказывал выпускник одного из вузов, да, он когда заходил, уже к четвертому, пятому курсу уже никто даже не заканчивал, даже не получал дипломы. Они с третьего курса уже уезжали туда работать, научиваться сертифицировать. Сейчас замануху сделал для ученых. Ну сейчас вопрос, а вот тогда была такая же. Ну так сейчас, да, мы еще не знаем, как она сработает. Да, как она сработает, еще неизвестно. Потому что это дефицит ученых. Вот давайте, да, я почему говорю, российская ситуация на протяжении всей этой истории очень искаженная. Очень искаженная. Поэтому лучше рассматривать западную, в некотором смысле. Да, она нормализована. Да, у нас все время был. Еще раз, да, опять-таки, в XIX веке, техническое образование, опять-таки, тот же пример Красина. Куда? На запад. Сейковский. На запад, да? Возвращается. Они возвращаются. И спрашивают, что мне делать? Он же там привык, да? Я тут занимаюсь инженерным делом. Опять-таки, в системе разделения труда. А все остальное мне обеспечивает кто-то. До всего пятого, десятого. Если мне нужна какая-то деталь, так эта деталь есть на рынке. И я об этом не мучаюсь, да? Он приезжает сюда, выясняется, значит, детали нету. Помощников нету. Места не делать нету. Станка нету. Ничего нету. Но его позвали. А проблема есть. Ну да, выявляйся эволюционным способом. Я тоже читал книжку про оружейников, еще российских. Ну, собственно, про Шпагина, который начинал еще в Царской. Вот у него вспоминания, он говорит, мы никак не можем выточить ствол на станке, пока не пришел. Сейчас, кто там был самый-то знаменитый еще, кроме Моси, Дегтярев. Он, по-моему, не совсем старый. Он еще был генералом, еще в Царской армии, да? Он пришел, говорит, ребята, что вы? Ну, они к нему обратились, говорят, мы к нему не можем делать это. Он пришел, посмотрел на станок, поставил рубль. На включенный станок, значит, кто там серебряный, кто упал. Говорят, ребята, на этом станке вы вообще никогда ничего не сделали. А это в артиллерийских мастерских станок стоит. То есть куда там все самое лучшее должно быть. Почему у нас в России и в стране это все через заднее место? Вопрос интересный. Да нет. Он приезжает, ему надо сделать то, что он привык там делать на станке, по которому рубль не падает, сделать на станке, по которому рубль падает. У нас и сейчас точно так нет. Нет, но у нас в 70-е годы уже тогда делали приписки, хлоповые приписки. Подождите, мало ли что у нас делаются, у нас много чего делаются в 70-е годы. Объемостроительство у нас как приписывание, я вам могу рассказать. Ну да. Там просто в какой-то момент, значит, получилось потасову. Да, они приписывали, так каждый год приписывали, да. Ну потом-то как бы уже по цифрам стало ясно, да. Что цемента столько явно не выпустили. Да нет. Ну так приписали, что даже СИК-то не стало строить. Дома-то уже надо предъявлять. Ну да. А их нету. Так что мы же приписываем незавершенное строительство, да, но объем незавершенного строительства, какие же коэффициенты, переводы, да. Дома уже надо предъявлять, а их нету. Был большой скандал там со снятием министров. СКА там все полетело. Куча и так далее. Ну ничего же не помогло. Не знаю, что помогло. Не важно. Я сейчас почему. Собственно, хорошо ли она работает, устроена как-то на завтрак. Еще раз. Система несбалансирована. Там все время происходят, конечно, какие-то свои. Еще раз. У нас она несбалансирована сильно и всегда. У нас-то никогда не могли найти баланса такого. На Западе она была более сбалансирована, но все равно не сбалансирована. Все равно происходили фруктуации. Все равно фруктуации. Опять-таки, они в основном происходили в 19-м, может быть, в начале 20-го века. Опять-таки, общество стало богаче благодаря экономике. И на, собственно, новую фруктуацию можно закидать деньгами. Для этого появились большие возможности. Сейчас происходит в мире кризис. Давайте больше про угрозы. Причем это не просто кризис экономический. Это, в том числе, кризис связанный с тем, что будет выстраиваться совсем другая система власти. И эта система власти совершенно очевидна. Россия в этом смысле идет не впереди планеты в Севере, но достаточно передовой. Показывает, что будет в состоянии. Система власти, конечно, будет опять феодализироваться. Нет, феодализироваться. Она уже... Вы посмотрите, она вас... Да вы вспомните, да? У нас же даже про это не стесняются говорить. Помните, была идея у Патрушева и компании о создании нового дворянства. Патрушев – это ныне руководитель Совета безопасности, а тогда директор ФСБ. Новое дворянство. Пора создавать новое дворянство. Да, еще раз. Мы в этом смысле мнение всем подвергли. Да, у нас человек подумал, то и говорили. От этой идеи. Двор всегда есть. При первом лице двор всегда есть. Каким бы он был. Это вообще не вопрос. Новое дворянство. Что значит «новое дворянство»? Место в иерархии нам будет принадлежать по наследству. А вы посмотрите. А кем работает у вас Сын Патрушева? Сын Патрушева. Вы не знаете, случайно? Нет. Нет, не во Внешком, он по банку. Зачем? Он председатель правления Россельхозбанка. Россельхозбанк – это единственный государственный банк в стране. А? Россельхозбанк – это единственный государственный банк в стране. Да, у вас Сбербанк государственный. Сбербанк – он не государственный. У вас ВТБ государственный. Нет, там он 90%. А Россельхоз – он полностью. А вы знаете, почему он полностью? Потому что он полностью убыточный. Поэтому он полностью государственный. Поэтому государство туда все время вынуждено вливать деньги. Значит, государство не интересует, насколько эффективно патрушку тратит. Поэтому, что значит у вас? Он государственный. Ну, это ситуация, которая еще в 80-е годы сложилась, что вроде как люди при власти, а передать детям по наследству легитимно сложно. Ради этого эссерта, в том числе, рушили, чтобы приватизировать и как у буржуев передавать. Это нормальная ситуация, сейчас просто другие люди, у них те же абсолютно задачи. Ну, сейчас приватизировать нечего. Вот опять-таки, то, вот давайте, да, то, та бюрократия, то была перспектива, которую она знала и понимала. Неважно, на самом деле, далеко не многие с ней оштравились, хотя она, конечно, захватила многих эту идею. А сейчас бы, да, чего приватизировать? За свою пользу. Все уже в первой волне было расприватизировано. Да, сейчас что-то государственное осталось, конечно. Ну, на много не хватит. Но на всех это точно не хватит. Вот тот же Патрушек, я же знаю, да, потому что вся эта история с Россельхозбанком идет, да, он не знает, он пишет каждый раз, значит, противоречивые записки в правительство. То ли приватизирует Россельхозбанк, то ли, когда, да, когда ему объясняешь, дружок никто не купит, он говорит, а нет, ну тогда давайте, значит, мы его еще более сделаем государственно. Декапитализируем. Декапитализируем. Сделаем, значит, еще более государственно, значит, агентом правительства. Они говорят, ну тогда иди филиалом веб. Нет, филиалом веб я не хочу. Зачем? Я хочу клады собирать с населения. И что-то с ними делать. И что-то с ними делать, да. Потому что на вас же не понадеешься, что у вас в бюджете денег тоже ограничено. Значит, население собирать. И вот, значит, между этими желаниями он и у вас распадается, да, бегает. Я говорю, ну это вот Сельхозбанк. Там больше приватизируем. Я говорю, приватизируем, да, нету, да. Поэтому идея нового гварианского, да, что мы должны листам в иерархии приватизировать. На 15 лет или на 45 лет? Важно приватизировать. Ну тут, скорее всего, не приватизировать, а как это? Обеспечить легитимный такой, всеми признанный механизм. Передавать по наследству. Да, и внутренний механизм уже работает, конечно. И это все понимают, да. Вот смотрите, сложности заключаются в чем. Опять, да, вот механизм работает, по крайней мере, без всех примочек, которые существуют на Западе, да. Если есть все-таки какой-то поток, ощутимый поток отсюда сюда, тогда этот весь механизм работает. Если этот поток очень гудок, то механизм не работает. Но тогда и тут возникают куча проблем. Куда нам деваться? По шапке бить надо. Куда нам деваться? Сверху бить надо. Давайте, это же происходит не только у нас. А что такое окупай Уолл-стрит сейчас? Тенденция, давайте, тенденция, еще раз, она никуда не девалась. Тенденция к гравитизации есть, всегда была. Она сложная. Опять-таки, она работала очень. Система генитарного образования, там, неким сложным опытом. Тенденция всегда была, да, но сейчас она становится все более ясной. То есть, у нас происходит во всем мире феодализация власти. А для феодальной власти вот это, да, то, что обеспечивало функционирование вот этого всего механизма, опять-таки, прослойка, может быть, и нужна, опять-таки, нужны же художности. Для фильтрации. Для вдохновения души. Для фильтрации. Да, нужен же большой театр с балеринами. Ну как, без балерин нельзя. Без балерин нельзя. Нужна художественная гимнастика. Это мы понимаем, да? Вообще нужны шуты и клоны. Ну да, клоны всегда нужны. Обращаю ваше внимание, конечно, да. И это все отмечают, ну тоже отмечают, да. Собственно, падение. Заметное падение буквально за несколько лет. Если кто читает интернет, да, уровень интеллектуальных дискуссий, интеллектуальной жизни. В стране. Это у нас или в мире? У нас. Да у них там нету вроде никаких уже. Ну у нас это нормально или нет? Нет. Ну, я могу сказать, в мире тоже. Это другой вопрос. Вот. Мне, конечно, все происходит меньше. У нас просто очень заметно. У нас просто очень заметно. Более резко у нас. Да. Более резко и на глазах. Да. Да. Посмотрите, сколько это адрессий. Опять, да? Тоже понятно. Смотрите, да? Феодализм в феодальной структуре умные не нужны. Она даже не очень понимает, да? Феодальная структура легитимна, потому что она феодальная. Не надо объяснять народ. Народу надо только объяснить, что вот эти имеют право. Вы не имеете все. Никаких там умных мыслей внедрять в народ не надо, да? Эта мысль, что мы здесь, а мы там, внедряются только силовым методом. Может быть. Да, поэтому здесь силовики. Да, расстреливаются по башке. Здесь нужны силовики, а оси не умные. Я почему говорю, да? Посмотрите, что происходит с интеллектуальной жизнью, да? И эти стараются, да? И здесь как бы уровень агрессии. Кто пока, да? Крутой тот, кто покажет себя наиболее крутой. Печень размазать. Еще что-то такое, да? Жестко выскажется. Предложит там наиболее репрессивный закон. И вот к нему приковано сегодня внимание. И, собственно, вся дискуссия уходит вот в эту сферу. Еще раз, с точки зрения верхушки феодализирующейся, вот эта вся прослойка, она не нужна, да? Она огромная. Значит, она огромная и там. Вот там, я говорю, процесс происходит медленный, да? Он очень сильно интенсивирован именно потому, что там эта прослойка. Огромная, хорошо структурированная, хорошо институционализированная, структурированная. Там вот нельзя так все просто, да? Там тенденция есть, ага, будет очень долго. У нас она так не структурированная, что все происходит. Но по объему она может быть не меньше. Подъем. Количество там, поболее и все прочее. Да, но она очень быстро... Казалось бы, и бок с ней. Особенно здесь на наших посмотреть. Да, вот они выполняли. Да, она умирает. Ну вот, феодализация будет умирать. Я к ней отношусь не очень хорошо. Например, лично. Потому что, еще раз, основной метод действия и воздействия вот этой всей прослойки вообще вовсюду, это, грубо говоря, высказывания умных мыслей. Я не люблю высказывания умных мыслей. Потому что они бессмысленные. Да, ты высказываешь умные мыслей, да, потому что есть там некие проблемы, есть некие трения, ты, значит, умные мысли транслируешь сюда, транслируешь сюда, значит, пытаешься на этом что-то нажиться. Это не имеет никакого отношения вообще ни в какой реальной деятельности. Еще раз, да, это некий социальный механизм, который как бы интеллигенцию освоил, да, выполняет эту роль, высказывания умных мыслей. Это не нужно, это понятно. Оно не было нужно. И с точки зрения рационального оно никогда не было нужно. Только с точки зрения социального, только с точки зрения как бы обеспечения вот этой государства, которое перестало быть феодальным, нуждалось в легитимности. И какой-то, ну… Олег Владимирович, то есть визер не нужен? Визер не нужен? Визер не нужен? Нет, они же все эпохи становления этой системы. То есть, когда они оформили паттерны идеологические, их последователи стали не нужны? А Кейнс, Кримен? А что будет? Подожди, еще раз. О чем будет? Вот посмотри, вот давай, Кейнс Фридма, тебе самый простой пример, да, что происходит? Что делают Бернанке? Бернанке применяет нетрадиционные методы гуманитарного регулирования, я цитирую. Что значит нетрадиционные? Это никто из… отсюда он нетрадиционный с точки зрения этой всей прослойки. Бернанке, спасая американское государство, уже не обращает. Тут паника царит. Тут паника царит. Потому что сначала они ему обещали, говорят, вот ты нас не слушаешься, будут всякие беды, да. Он сейчас по факту, да, получает, что спасает. Тут сами паника говорят, черт, вы же не нужны. Олег Владимирович, но он сам же из этой следы? Он же сам что-то сидел, думал, какие-то умные мысли производили. Я вот сейчас про свойства этой следы как раз и скажу. Еще раз, да, дайте. Умный человек, там, вот он тут вас пишет, да, умный человек, там, ему сказали, спасает. Страной. Страной. Еще раз, да. Хоть он и выходец, он говорит, плевать мне. Они там говорят. Ну да. Он говорит, плевать мне, да. Поставить задачу, спасать страну, я буду, спасать страну, а что бы он там ни говорил. Да. И в этом смысле он перестает быть именем. Он перестает быть именем. Он говорит, давайте еще раз. Человек, попавший сюда, перестает быть именем. Каким он именем? Воспитали ты его там. Он ощущает, что его действие за спеть страну. Неважно. А теперь все. А какой вы мне дали инструментарий? Они все там воспитали. Какой вы мне дали инструментарий? Мне никакой инструментарий. Ну как-то процентная ставка. Да нет. Потому что я сам такой умный. Если бы я следовал вам. Вы меня воспитали делать это. Да. Но ему прежде всего объяснили, что есть этот монетарный механизм там и так далее. Ну, ой, вот эти еще. Да. Не, ну если бы он там не был, он бы вообще не знал, что делать. Да. Какими инструментами пользоваться? Что это такое? Это кипящий слой, да. Там много бесполезного, много ненужного. Но оттуда же выходят вернанты. В вернанты. В вернанты же они не в слесарном цеху нашли. Не, ну он такой же у него образование. Ну да. Вот у него образование. Он оттуда. Что там из народа образование? Он с другого места не может пойти. Это все там готовятся. Он же когда попадет в другую роль, ты понимаешь. Давайте найдем вернанты в шахте. Он нам всех спасет сразу же. Ну, кстати, вполне возможно. Ну да. Ну да. Да. Я уже... Стоп! 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 Я сейчас, вот давайте, да, вот пока интеллигенция будет думать так, как нам сейчас продемонстрировал, я думаю, в пропорционных целях от Константин, да, ничего хорошего не будет. В этом смысле Мухин гораздо более прав. Вот он сейчас выбирает историю с Калашниковым, с Оружейником, с Михаилом. Да. Да. Он из народа, кстати. Более того, у вас практически все знаменитые Оружейники не имеют специального образования. Все простые слесаря. Специальные образования не дают нам. Там очень специфическая сфера просто. Вот, понимаете, вот пока нужны были знаменитые Оружейники. Сейчас, это не важно. Она специфическая. Я знаю, да, есть специфика. Я знаю, есть специфическая сфера. В некотором смысле у них, как бы, объем знаний больше, чем выпускника вуза. Особенно в этой сфере, да. Но еще раз, да, они его получают. Там, на месте. Не в этой сфере, да. А вот тут. У него производство. По своему производственному этому самому. Поэтому... Олег Владимирович, эпоха гениальных конструкторов прошла. Ничего. Потому что они все свалили уже. Нет. Куда? Куда? На Марс? На замок. Подождите, вам говорят про весь мир, а вы говорите, свалили. Свалили в день. Свалили в день. Свалили в день. В день. Нет. Нет отдельных конструкторов. Есть дивидивы, которые работают на декоративском проекте. Даже если есть куда применить... Постойливающие, себе дивидивы. Есть дивидендеры, которые... Где гинит? Правильно, поэтому открытия нет. Поэтому у вас научно-техническая традиция становилась. Ага. В том числе есть. Обратите внимание, да, в XIX веке мы живем, согласно Друкеру, на открытиях, которые сделаны в XIX веке. В XIX веке не было никаких технического образования. Почти не было технического образования. Что из тех, кто делал эти открытия, на которых мы сейчас живем, паразитировали? Вот они все и открыли. Сделали как раз те, да? А вся вот эта система, да, немножко их усовершенствовала, немножко их улучшила. Чуть-чуть их улучшила. Да, занимается доработкой внедрительной. Занимается доработкой. Так а те, кто из технических университетов, они в интеллигенция входят или нет? Где? У нас и там. В каком месте? И там и у нас. Там нет. Маргарет Теттер, она не интеллигентская? У нас же технические. Там нет. Говорю, Теттер это исключение. Ну все равно не интеллигентская. Ну а у нас, получается, технократия? Нет, Олег Владимирович. Ну тоже входят, просто как бы это нижние... Вот еще раз, смотри еще раз. Ты там идешь, да? Тебя учат. Тебя учат чего-то делать. И под тебя место, ну, абстрактное, да? Уже готово, да? Из тебя готовят деталь, которые будут соответствованы, там... В бизнесе есть пустоты, есть некие пустоты определенных форм. Из тебя вытачивают в техническом университете деталь, которая плотенько затьет эту форму. У нас нет, потому что у нас... Еще раз, у нас техническую интеллигенцию натаскивали на талант. Не на то, что ты будешь занимать какое-то место, которое в дыре, да? Ну то есть они были интеллигентами? Ну они бы... Ну как... Я же говорю еще раз, Советский Союз исключение сильное. У нас же просто интеллигентами были и ПТУшники. Гош, Марш, Жоры, как бы... Москвы слезам не верят. Слушай, вот давай пропагандистку... Эту самую... Фильму... Так вот кто бы были в СССР? Совершенно пропагандистку. Пропагандистку именно для того, что... Ребята, идите в ПТУ. Вот... Ты пойми, это не было, это тогда была проблема. Я говорю, у нас директора мучили. Такую школу, чтобы у вас люди шли в ПТУ. И надо было всем трансклировать. Вам мы трансклировали, вам показали образ ПТУшники. И одна из самых директора вышла из рабочих. Подожди, единичные... Единичные персонажи всегда были. Единичные! Единичные! Вот я еще раз... Случайности у тебя всегда случаются. Опять-таки, если ты возьмешь... У меня родители оба физики. Мы всегда имели дело с лаборантами и с мастерскими. Ядерная физика. Я знаю, там... Были люди, работающие в мастерских, которых ценили. Ну и постоянная ругань по поводу того, что это не сделали, это не сделали. Сеанс сорвали на ускорителе, потому что руки не оттуда растут и так далее. А вот есть у нас там один, значит, Гоша. Я уж не помню, как там его звали. Значит, вот надо будет его взять в противено, и он там нам за три дня может что-нибудь отладить. Значит, не только этот Гош есть на расхват, поэтому там за него драка. Потому что ему директоры. Значит, директор распределяет время этого самого... Директор служивания. ...среди лаборатории. Они все умные и свалили... Ну, это исключение, потому что я еще раз говорю. А ругань на то, как у всех остальных руки не оттуда растут, тоже постоянная. Ну, всякое бывает, да, не надо вот единичные случаи, а вообще... Случайно. Олег Викторович, ну, все-таки в плане технической, ну, как бы, на Западе тоже там есть, например, спецслужбы, которые там электронные, свежки и прочее, военные. Там же технарей много, они какие-то вот свои нижние там ниши, они все держат. Ну, там даже есть ноуты. Ну, с ноуты, да. Нет, поэтому технарей... Мейн и мейн. Да, технарей совсем уж не надо списывать. Просто то, что, как вы говорите, это касается такой, ну, публичной части. Так именно в этой публичной части все определяется, вот в чем вопрос. Нет, на речке, там еще раз, ну технарей, вот у них, кстати говоря, и проблемы со Сноутеном, с Викиликсами. Ну, да. Возникает, да, ты их берешь на госслужбу, они там вот немножко не садились. А теперь они, они правила игры не понимают. То есть, им не всаживают. Они вообще не понимают правила игры. Его всю жизнь учили, говори правду, будь хорошим бойскаутом, а потом он уверен в материалы. Поэтому нет, там с фигнарями, кстати, проблемы, я думаю, да, вот это показатель. Взяли, да, а правила игры учат здесь. Тут они все адекватны, да. Ну да, надо взять технического специалиста. А он уже не готов, да? Не учил, что государству это не было, там не верили. Ну, военная иерархия. Правда, правда, ничего кроме права. Треселованная страшно. Вот с американцами, ну вот, кто знакомые там, сталкивались там где-то, говорят, невозможно водку пить. После третьей стопки Америка великая страна. Натасками насмерть. Нет, поехал так. В момент на это взрыв. А вот так вот потом посмотрим. В момент на это взрыв. Да, ну понятно. Они как остались в наследство от феодального общества в этой структуре, так они вообще... Я говорю, да, она и будет военизироваться. Потихоньку. Опять-таки мы показываем примеры. Вперед. Ну да, то есть народу надо вдалбливать. Мы же только что пережили исторический пример, да? Вот у нас, значит, полковника спецслужб сменил гуманитарий. И весь народ, значит, гуманитарий там. А вот полковник этот, правда, полковник уже, конечно, одрехлел и щук не ловит. Ну, то есть, пошла бы соревнования. У кого щука, у кого сон. Ну там бычков наводят больше. Опять про щука. Опять про щука. Ловеров про щука. Это вы еще стерхов не вспомнили. Конечно, значит, полковник уже не тот. Ну, взрывом, уходя в полковник, тот-то вообще никуда не копится. И это опять тебе транслировалось. Еще раз. Я транслирую 3 литра. И вот это все. Это в фунтах. Это в фунтах. Безмен был в фунтах. Вот, наконец-то здравая версия. Ну, пошла версия. Да, что безмен был в фунтах просто. Ну да, кто-то догадался. Да, это так, да. И Навального тут забыли. Показали щуку. Да я из тех краев таких щук никогда не водилась. Так, дай теперь пулю чуть-чуть. Давай. Дайте, да, почитаешь газеты и блоги. И, конечно, очень хочется. Руки чешутся, да. Вот сейчас там у нас еще одна актуальная проблема. Это Академия наук. Ну вот, честно скажу, да, меня, например, лично, как ученого, не трогает. Чего с ней будет. Как с ней будет. Я про другое, да. Я все-таки считаю, что этот слой есть, каким бы он ни был, есть некая ценность. Или, по крайней мере, обладает потенциальной ценностью. Которая иногда становится актуальной, но чаще всего является потенциальной. И вот я тут соглашусь с Константином с его репликой, я сначала как-то не согласился. Так что пример Бернанке, он правильный, хороший пример. То есть потенциальная ценность, чем там занимался Бернанке у себя. Писал какие-то там непонятные. Но то выдернули, поставили жесткие условия. И опять-таки, да, он там может ценить, может не ценить то, что он получил. Понимать, не понимать, да. Но все, что он получил, сработало на то, что он смог там исправить и волю, и выдержку, и креативность, и все что угодно. И отсрочить крах мировой системы. Вы поймите, прогноз, когда началась вся история с Леман Бразерс, почему были крайне негативные прогнозы. Казиных произносил, и я, правда, гораздо осторожнее. Почему? Потому что мы ориентировались. Вот наступила такая ситуация. Что рекомендует вот эта прослойка? Мы же ориентировались. Что рекомендует вот эта прослойка? Это легко просчитывалось. Они считают, что надо поступить так, и легко просчитывалось. Если поступит так, то все рухнет. И очень быстро. Быстро, не быстро, но достаточно быстро. Все. Что отказался неожиданным фактором? Неожиданным фактором оказался Бернархи. Причем мы в некоторое время там не понимаем, ну делает он что-то, делает там... Ну как-то, что его выбрали. Помните. И что значит его выбрали? Выдвинули. Ну выдвинули. Субъективный фактор в истории всегда он решает. Выдвинули. Да, вот еще раз, могли кого-то... Еще раз, повезло. Еще раз, мы не знаем, как бы себя повел другой кто. На том же месте. Наверное, какие-то качества у него были. Так что это должно быть в первую очередь осливное упрямство. Мировой экономике повезло просто. Мировой экономике сильно повезло. Вот он сделал, да? Мы тоже понимаем, что то, что он делает, он не фокусник. Эффект он закончится рано или поздно. Все равно. Но, тем не менее, вот фанфар. Еще раз, порожден он этой средой. Он отсюда глубоко в нее интегрировал и погружен был. Так что тут носитель. Смотрите. У интеллигенции есть две стратегии. Одна, которую мы видим. Ну, вернее, три стратегии. Две из них плохие. А одна потребует, конечно, от интеллигенции подвиняться. Ну, может быть, приведет к успеху. Первая плохая стратегия, которую мы видим на российском уровне. Давайте, на интуитивном уровне всем понятно то, что происходит сейчас. Я там формулирую, что это феодализация. Могу это показать, объяснить и так далее. Бежство так не думает. Ну, чувствует. Почему такой разгул полного безобразия в интернете, в высказках, в прессе и так далее. Агрессия совершенно. Речь идет не о том, чтобы высказать умные мысли, а о том, чтобы успеть высказать правильные мысли, которые одобрит начало. Первая стратегия, это попытка успеть на уходящий поезд. Резкое обострение конкуренции. При этом, вот эта стратегия, которую выбрала сейчас часть интеллигенции, гуманитарная, на самом деле, она мало того, что убийственна, она самоубийственна. Потому что, вот эти все высказки, они способствуют тому, что поезд уходит все быстрее, подталкивают поезд. При этом, я еще раз повторяю, я не думаю, что возьмут, как многие, 5 единицы возьмут, но это не показать. Все остальные останутся за пределами уходящего поезда. Более того, так бы они, веди себя спокойно, как бы поезд стоял бы и что-то такое, и было бы им какое-то место и необходимость, Сейчас они этот поезд толкают вперед как можно быстрее, тем самым просто себя... Все, то есть поезд ушел, и он говорит, ребята, вы нам незачем. То, что вы говорите, те глупости, о которых вы говорите, может сказать любой военный. Но военный полезнее, он войсками командовал пюре. Еще раз, эта стратегия, на мой взгляд, самоубийственна. Не в первый раз интеллигенция ликвидировала Советский Союз, вопреки своим классовым интересам. Вообще не понимая, как был устроен Советский Союз, и на самом деле, что она могла существовать в таком количестве и в таком качестве только в Советском Союзе. Ну и плюс еще условия противостояния сферы тяжелых. Это касается американской интеллигенции, она тоже сильно пострадала от права Советского Союза. А не надо, да? Задачи как бы резко сократились. Идеологически, поддержки. И тратить деньги на все это. Совсем не обязательно. Вот сейчас интеллигенция, она получается та, которая из рода шла, из поколения в поколение, или она новая организовывается уже? Ну неважно. Ах, неважно, какая разница. Понимаете, из рода в род, или какая-то новая, это различие только социальной инерции. Понимаете, у вас, что старые стратегии были неправильные, что новые неправильные. А дальше у вас вопрос между какими стратегиями выбрать. Какой из двух неправильных стратегий выбрать. Ну конечно, которая от старой интеллигенции идет, от родовитой интеллигенции. Она звучит более морально, может быть, приемлемо и более интересно. Но она в любом случае точно такая. Какая, кстати, вторая плохая стратегия? Вторая плохая стратегия, собственно, которую мы сейчас видим на примере Рам. Давайте всех будем уговаривать, что усказывание умных мыслей есть очень важная функция. Вот, будем это твердить, будем это толдычить, будем придумывать разного рода слова по этому поводу. Собственно, вся защита Рам ведется с этой позиции. Вы погубите науку, а наука нужна. Это никто не понимает сейчас, кому она нужна, зачем она нужна, какую пользу она приносила. Это не аргумент. Наука нужна вообще как таковая. Вот она как-то была, значит, вы сейчас ее губите. Это плохо, потому что у вас там будут разные какие-то проблемы и так далее и так далее. Знаете, вот тут, которые здесь находятся, сейчас это гораздо более важная проблема, нежели проблема будет у них наукой или нет. И чем дальше пойдет процесс, тем сильнее будут стоять эти самые проблемы, которые они решают. тем меньше будет обращаться внимание на то, что нужна наука, нужна организация гражданского общества или что-то еще и так далее. Если только наука не предложит, как выбраться в ситуацию, тогда другое будет отношение. А наука не может это предложить. Она не знает всех проблем. Она знает все проблемы, она не знает, как пробить и сказать. Давай, вот смотрите, вот вы сейчас произнесли элемент второй стратегии. Знаете, мы знаем, только вы нас не пускаете. Но нас не надо губить, потому что иначе мы тогда вообще никто не вам ничего не скажет. Еще раз, бессмысленно. Не надо. Я могу вам сказать, я сам государственный чиновник. До сих пор с ними общаюсь. Не надо питать никаких людей. Все они прекрасно знают без нас. Дураков вот таких, да, там уже есть по наследству, там уже появляются дураки. Да, но вот сейчас переходный момент, их не так много. Они все отлично знают. Им не нужна интеллигенция для того, чтобы понимать, как все плохо, в какой сфере все плохо. Участвовать просто не хотят. А зачем им? Давайте еще раз. А зачем им? Опять интеллигенция говорит про что? Плохо кому, да? Плохо, еще раз, апелляция к народу, к чужим, к каким-то интересам. Смотрите, это главный порог. Мы сейчас переходим к третьей стратегии. Что интеллигенция всегда во всех своих действиях апеллировала к чужим интересам. Никогда не заявляя своих собственных. К чужим. А, собственно, интеллигенции есть свой собственный интерес. Может быть, как-то сформулировать. Собственно, я про это и хотел в сегодняшнее заседание. Вот так немножко, знаете, ну выжить. Ну, выжить это да. Ну, еще раз, выжить, да, попытка быть. Давайте, да? Еще раз. Я говорю про интеллигенцию. Я не говорю про интеллигента. Про интеллигента выжить это можно попробовать, значит, там. Ну, это индивидуально. Индивидуально, да. Ну, либо включить там борьбу с геями, было ленточниками. Гея-то тут вообще. Без этого никак нельзя. Без этого никак нельзя. Обратите внимание, да. А вот с педофилами уже там фашист-тесак борются. Не нужна там интеллигенция. Ну, наоборот, как бы, интеллигенция под подозрением. Да. Ну, скорее. Ну, да-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну. 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 Интеллигенция тут скорее уже под подозрение попала. Ну, можно там попадаться в что-то такое, да. Ну, собственно, курдиняк. Вот. Это первая стратегия, между прочим. Да? Индивидуально можно. Ну, вторая, это уговаривать. Уговаривать и уговаривать. Там собираться, может, для этого. Там митинги устраивать. Значит, какие-то... Что-то подписывать письма. Я еще раз повторяю, да. Когда вы важны, вы нужны. Вас удалось. Это имеет смысл. Да? Когда вы, совершенно всем очевидно, пристаете быть нужны. Кстати, вот Олл-стрит, да. Он остался, конечно, в каком-то виде, да. Но он же сдулся. Мало того, что он сдулся, да. Он же вызвал там сильное неприятие... Ну почему? Они все финансовые оперативы. Со всех сторон. Ну, еще раз. Грук грязные. Пошли по пути личного выживания. В рамках мелких общин. Вот что такое, да. Это сдулся. Что? Что ты хочешь сказать? Но они по шириному пути выживают. Ну, хоть и мелких общин, но они все равно пытаются выжить. Подожди, как они могут выжить? Давай еще раз. Кооператив ничего не решает никакого вопроса. Кооператив перераспределяет деньги. Кредитный кооператив. Перераспределяет деньги. Откуда они их берут-то? В той... Из внешней среды. Внешне... Из какого места внешней среды? По кроме тех, даже деятельностей. Нет других источников. Чужие деньги перераспределяют. Еще продолжают капать. На западе еще продолжают капать. Еще раз. Мы еще не пересекли. Мы в этом смысле быстрее движемся. Просто. Нас эти источники пересекают. Пересекают. Не вызывай. Не вызывай. Не вызывай. Резко. Так третья стратегия и все-таки? Третья стратегия. Ну, я уже сказал, да. Все-таки попробуют осознать... Не реалии. Не реалии, а свои собственные интересы. Но, смотрите, это сложная проблема. Вообще говоря, интеллигенция... Я сказал, да. Все время выступала с точки зрения чужих интересов. Сейчас это не интересно. Как раз тогда, в этой конструкции, это то, что она выступала с точки зрения чужих интересов, это было определяло ее место в той системе. Ее способность выполнять, их смягчать, микшировать и канализировать. Все, это не нужно. У нас есть феодалы, выгла, между ними вот тут прослойку занимаются, спецслужбы, певица, полиция, ФСБ и прочие. Ну, а депутаты куда относятся? Феодалы? Добрые депутаты. Не знаю, какие. Чинуши куда относятся? Они же к интеллигенции относятся. Чинуши или депутаты? Подождите, депутаты или чинуши? Ну, это есть чинуши, депутаты. Нет? Нет, ну... Куда они относятся? Так, подождите, они вот здесь находятся? А, здесь есть структура? Конечно. Гоструктура. И это, кстати, вот вы правильно сказали, да? Особенно сейчас, да? Вы смотрите, там, запрет владеть собственностью за границей, с которыми стремятся и на депутатов, и на госчиновников. Собственно, у вас становится, да? Депутатом может быть только госчиновником. У него там нет проблем. Значит, бизнес мы весь отсекли. Значит, каких-нибудь там ученых, которые получали гранты и на это покупали себе недвижимость, то есть мы тоже отсекли интеллигенцию, значит, статусную, детей капитана гранты. Они тоже, с какой стати они будут отказываться от этого. Ну, в общем, пришли к выводу, что у нас будет, значит, депутат, действующий депутат, ну, деятельный депутат будет с чиновников, и плюс, значит, у вас будет там пара ткачих, поборих, и сватьев баб поборих. Как обычно. Как обычно. Опять-таки, вы что, не видим эти тенденции? Видим. Мы видим. Мы видим. Поэтому, вы правильно сказали, да, чиновшие депутаты, они тут уже сидят, так что это не вопрос. А то, что он густ закончен, он будет у них. Ну, кстати, обратите внимание, да. Купил, подделал, да. Посмотрите, как опять-таки все взъелись, когда их с диссертациями приезжали. Сразу ввели закон, чтобы чесноком не пахло за рта. Значит, свои интересы. Ну, вот смотри, да, для того, чтобы осознать свои интересы, надо осознать и свою роль. Причем, я говорю, да, у интеллигенции эта роль как потенциально есть. Она там иногда реализуется как актуальна, но до сих пор не являлась главной. Какая эта роль? Ну, вообще, давайте там. Вообще говоря, это все-таки есть носитель творческого элемента в обществе. Тут сложный вопрос. А носитель творческого потенциала здесь есть? Да, конечно, конечно. Есть, конечно, да. Поэтому, значит, мы не знаем, да, вот у нас сложно сказать, да, образование повышает этот творческий потенциал? Ну, дает возможность, да, повышает творческий потенциал? Не сам, не повышает. На самом деле, по-разному действует. Действует по-разному. Да. Кого резко ограничивается в рангах, а кому дает данный слой. А кому-то дает, да. Ну, черт, да, мы знаем. По-разному это зависит от человека, да. При этом само образование так устроено, да, мы даже не знаем, как оно устроено, потому что, что оно идет, да. Раз у него результат такой-то такой, мы даже не можем понять, да. Вот я получил там творческий потенциал благодаря образованию, или я им так обладал, а образование позволило мне его развить. В любом случае было нужно. В любом случае образование не было. Опять, я понимаю, не оно было нужно, да, в этом смысле. Все, да, ну, давай, да, творческий потенциал, да. Не коррелируется сообразованию. Мы же растем, мы не знаем, на кого мы пойдем. Учиться. Так. Мы сами выбираем. О, я танцевал, не видно, да. Что там? А, вы знаете. Ну, ты чего? Верем? Ну, зачем? Я закончила институт, теперь академия. Творческий потенциал, да. Находится, вот еще раз, да, находится в очень сложных, нам непонятных связях с образованием. В любом случае, да, конечно, проявляется и тут, проявляется и тут. Тут, кстати, возникает все время трения. Ну, например, скалашник, он до сих пор, значит, длится. Он без образования до сих пор, конечно. Он без образования, но сейчас опять, сейчас опять, вы меня простите, да, из той же серии, да, просто на него начались нападки. На него начались опять нападки, да, что, ребята, там, безобразованных людей, он бы ничего не сделал, а на самом деле его там, как пролетария, поставили автором наружу. Еще раз, я скажу, да, это из той же серии, да, давайте все-таки всем объясним наверх, да, как нужно, как мы нужны. Ощущение, да, жареного петуха. С другой стороны, вот именно в университетах, там же особая атмосфера. В каких? Все равно студенчество, все равно там. Нет, вам сказал, сейчас есть новая форма образования. Понимаешь, не надо путать, не надо путать особую атмосферу с возрастом. Они с игрой гормонов. Ну, нет, Анна правильно говорит, да, они же студенты, они с собой общаются, у них другое. Женец опять. Нет, вы дали тот же пример, когда рассказывали про протестантскую единицу. Нет, я вам слушаю совершенно серьезно. Мы не знаем, что создает особую, что в большей мере создает особую ситуацию в университете. Техник говорит о чем? О технике. Гуманитария о чем говорит? О гуманитарии. Надо стесняться. Это единение. Надо подойти к этому вопросу научно, а не хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Я про единение духа говорю. Ну да. А он как в когнитивном смысле сильно помогает? Или препятствует? Нет, она имеет в виду, что студенческая среда одного вуза, к примеру, она объединяется. Компоративный дух, ты имеешь в виду? Да, это просто забор, про идейные. Да, они же... Нет, ну подождите, я еще раз повторю. Мы там не знаем. Это надо специально исследовать. Чего мы не знаем? Где что? Не, ну хорошо, к тому же Кэмбриджи там... Они же все равно по интересам объединяются. Объединяются? Кэмбриджи супер у них. Нет, но у них по этому процессу больше идти. Значит, подожди, правильно. Первое деление, которое там происходит, значит, одни пьют виски, другие нюхают кокаин. Это самые большие группы по интересам. Это сейчас. Это всегда так было. Это всегда так было. Мы говорим конкретно о другом. Нет, Аня, это серьезно. Ну и подожди, я не знаю, ну там девочка, может быть, там приличная, там не видела, я могу сказать, я мальчик. По каким интересам там объединялось? Гораздо активнее, чем по научно. Нет, если взять студенческие общества, раздельных университетов, у них у всех разные разговоры. Хотя бы просто за столом я не иду. Так же, правильно? Ну, конечно, девочкам же надо нравиться. Ну хорошо. А девочки думают, что если он студент, то ему тоже интересен умный разговор. Говорим, что нам конкретно. Нет, я подхожу на ум, а только так и надо. Психоанализ. Я вам показываю, как к этому вопросу надо подходить. Да, нет. Ах, мы были молоды, трава была весеннее, общность была больше, все было зеленее. Девушки были моложе. Девушки были моложе, да. То есть, если люди объединены общим интересом, общей идеей, общими знаниями, то как вы это связываете? Ну, они же объединяются в группы познания, допустим. Познания. Как? Я не знаю, как они объединяются. Ну, вот Матрена сидит и семечками лузгает. Я не расскажу, мне не разговариваю, мне не интересно, что она говорит. А здесь идеи ходят. Ну, вот в этой... В ее шестерской следе. Да. Да. Попал где? Ходит идея. А почему они не ходят? А почему не ходят-то? Ходит. Как что-то произойдет. Нет, вы сам в пятницу рассказывали про протестантскую этику. Может это имеет видуально? Нет, ну подожди, у меня другие воспоминания. Да. Пойти на улицу строителей или в лужники. Ну да, эта идея там объединяла, значит. Кто на улицу строителей в пятницу, кто в лужники. Ну вот вы сейчас ходите вообще? Потому что строители ближе, а в лужниках... Ну как же похоже. Вы сами рассказывали про факультативы, которые устраиваете? Нет, ну это уже другой вопрос. Почему другой вопрос? Это тот же. Огренение. Одно направление. Это была среда для проведения детей? Подожди, еще раз. Вот эта среда. Я про эту среду и рассказывал. Я и говорил, да? 10% участвовало. 10% студентов. Но были же созданы условия. Подожди, 10% участвовало, да? И эти 10% они так все и видны. Я всех их знаю, всех их вижу. Там из тех, кто не ходил на семинары, по-моему, из таких, кто до сих пор известен и кого видно, это Сухлов. Вы его обзоры все время читаете. Он опрос и предприниматель от института проводит ежемесячно. Опять-таки, это такая рутинная, с другой стороны, это рутинная работа. Она просто важная. Все, не знаю. 10% они ходят, да. Про 90% я могу сказать, они закончили рост, но не получили образование. Ну, 10% это тоже хорошо. Подожди, дорого ли? Ань, кто это оплачивает? Кто оплачивает банке? Это хорошо, еще раз, да? Правильный пример, да? Было время, когда денег было немерено. Когда можно было оплачивать банкеты. Еще раз, это ты говоришь про наш, да? Про наш вуз, да? Где 10% там таланта. Ну, это нормально, да? Ну, не талантов, да? По крайней мере, способных людей, да? Выиграть. Оно и было ориентировано, да? Оно так и было устроено на отсев движения, да? Потому что талантов много быть не может. Да? Западный вуз, ты возьми, какие там идеи? Еще раз, есть дырки в системе определенной формы, из тебя надо выточить затычку для этих форм. Чтоб ты подошел там, чтоб у тебя не было там проблем. Пошел в фейсбук. Пошел в фейсбук. Они же в университетской среде появилась идея. Они эту идею дожарят. И создали фейсбук. Подождите. Да если пырские службы не помогли, выбыли. Это не студенческая среда. Это... Оно, это было прийти студенческой среде, и он доказывал, что там не должно быть. Его гнобили, выгоняли всячески из той среды. Потому что он не пытался просить меня за мой французский. В том числе. И не состоял в определенных условиях. И сколько судили с ним, чтобы это не отобрать у него. И непонятно почему не отобрали конечный метр. Олег Владимирович, но просто из этого какой следует... Таня, опять... Ну, сейчас, секунду. Фейсбук, да? Опять-то единичный случай обобщаю. А что оттуда еще появилось? ЖЖ. Из Фейсбука? Ну, ЖЖ я знаю. Как российский ЖЖ создавался и кем. Я примерно себе представляю. Я могу в этот... Украине. Не надо там... Олег Владимирович, просто из этого какой следует вывод? Что сфера образования инверситетская должна сжаться, быть очень доработной платной и иметь какую-то жесткую систему отбора талантов каких-то? Да нет. Вот давайте. Я про что? Нет. Я про творческий потенциал. Потому что творческий потенциал я как раз не связываю с талантами. Потому что и творчество... Да, при этом у нас понятие творчество слишком широко понимается. Для меня что такое творчество? Творчество это умение создавать рутины. Рутины? Рутины. 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 Ну, эффективную рутины. Рутины. Да. Вот. Смотрите. Смотрите. Сама система образования в некотором смысле это не противоречит. Конечно, из системы образования выходят люди, которые умеют создавать рутины. Предприниматели, в том числе государство, когда требуется создать рутины, всегда там находятся люди, закончившие груз, умеющие их создавать. Но сама система образования не заточена на том, чтобы готовить людей, которые даже понимали, что такое рутина, как она выглядит, что такое эффективное и как ее делать. Это умение есть побочный продукт системы образования. Почему? Потому что если взять советский вуз, там талант, успешный талант, яркий, умеет решать задачи и так далее. Хотя все равно продвигались те, и это была проблема, в некотором смысле. Хорошо, я придумал, я что-то изобрел. Мне же надо создать всю рутину производства этой штуки. Более того, если я задумываюсь о том, как создать эту рутину, выяснится, что я изобрел что-то не то. Я изобретаю не рутину, а нечто, артефакт. И меня никто не учит, мне никто не говорит, так что я должен изобрести рутину. Она сама получается? Чаще всего не получается. Еще раз, почему мыкались? Мыкались и до сих пор мыкаются. Потому что у нас народ талант, это система образования, по инерции еще продолжает в некоторых своих местах производить талант. Почему они мыкаются? Он может чего-то произвести. Дальше я говорю, ребят, я уже сделаю, сделайте там. Нам не интересно, что ты произвел. Вот этот артефакт нам не интересен. Нам интересна рутина. Ты ее изобрел? Ты ее не изобрел? Мы должны изобретать. Кто? Кто? При этом ты понимаешь, тот человек, понимаешь ты, да? Рутин уже, кстати, в Калашниках, особая среда. Работал на заводе. Он же изобретал автомат одновременно с рутиной его производства. Он понимал, что он должен быть встроен. В советские времена тоже были такие. Я могу просто пример привести. У меня, где я раньше в институте был, как рассказывали, когда вводили эту кварцевую стабилизацию с частоты, там нужно было разворачивать, в том числе серийное производство, все это дело. Ну там на опытном заводе, там начало как бы все это отработал, и он ехал на производство начальником цеха, и уже там как бы ставил серию. А я могу сказать, вот посмотри тогда, когда закончился Советский Союз, как там всплыли подробности, старые споры. Потому что в Советском Союзе их все-таки старались не пускать. Даже в Калашниках, это старый спор. Было много споров, и они до сих пор продолжаются. А вот там Туполев, или кто-то, он был больше администратор или изобретатель. Там все говорят, а Туполев ничего не сделал. Сам все. Вот так, потому что это изобрел, а этот. Ну да, там Бартини очень любят вспоминать. Это изобревает. Это изобревает. А Туполев сам, да, создал рутину этого всего. При этом, да, ну там все, а мы же изобрели, да, мы же крутые. Что Туполев, да? Вот я помню, что на Туполев тоже наезжали. Есть и менее известные фамилии генералов, да, это тоже был конфликт, да. Вам что нужно? Вам нужна штука, вещь одна в одном экземпляре. Или вам нужен общий процесс, да, когда вы эту вещь делаете 100 тысяч. Это большая разница. Придумать просто вещь и придумать, как ее сделать в родной количестве 100 тысяч. Но это очень большая разница. Но есть такое понятие как бы лидерность документации. То есть чем как бы лидера идет выше, тем дешевле изготовление образца. Ну по факту должно быть то, что вы как бы все это отрабатываете. Технология, соответственно, как бы становится более массовой и прочее. Да, серия и опытный образец это совершенно разные вещи. Вот. То есть еще раз, да, советская система не была ориентирована на создание руки. Опять-таки там могли родиться люди. Ну почему? Потому что, опять-таки, да, та же советская система все-таки, ну, понимаете, она была теоретическая. Но теория, да, структура теории, теоретического знания, оно при желании как бы сильной внутренней работе, да, оно как бы перекладывается на способность производить рутину. Там все было уже готово. Нас опускали в план, в планирование было. Подождите. И что? Вы опускали, и что? Я не понял вашу ответ. Мы заканчивали высшее образовое вузы. И мы были уже распланированы, куда нам идти. Ну правильно, вы приходили на место и вам говорили, забудьте все, чего вас начали. Вузы. Вы это помните, да? Рутина уже была готова. Рутина уже была готова. Рутина уже была готова, надо распланировать. Да, но только ваше место. То есть вас образовывали неизвестно на что. Тогда даже. Конкретно? Нет. Отдавались по вселенной фундаментальной образованию. Еще раз. Вот я говорю. Или вот теперь западное образование. Да? Когда ты затычуешь. Там точно, да? Там рутина уже есть. И она не твоего ума дело. Да? И ты только должен заткнуть это место. Узкая специализация. Совсем узкая специализация. Да? Вот я обделан под нее, значит. То есть еще раз. И там, и тут. Потому что речь все-таки идет об абстрактных вещах. Об абстрактных теориях. Теориях, которые имеют некую сложную структуру. Там историю и так далее. Ну потому что все эти вещи опять-таки входят в состав образования. Там исторически. От гуманитарного университета еще. Который гуманитарный университет по своей исходной. Да? Учил там от начала до конца. Да? С историей, с рассуждением, со схоластикой еще и так далее. Это все у вас, конечно, в голове остается. И, в принципе, вы можете. Да? То есть у кого-то у некоторых людей, конечно, срабатывает возможность внутри себя исправить недостатки своего образования. И без образования это сложно. Хирурги, медики всякие. Они же ученые там всякие. Практики. Ну подожди, а вы про что? Ну хирург. У вас сейчас хирург по белой ноздре. Попробуй другой. Попробуй другой. Опять-таки, врачи все-таки. Врачи у нас все-таки. Ну, по крайней мере, у нас, я кстати, не знаю как. Ну и на западе, судя по доктору Каузу. Еще учит по правильной схоластической схеме. И все-таки учит про весь организм. Ну да. Сначала схему, а только потом. А только потом специализация. А только потом специализация. Да. Другое дело. Практический хирург, практически врач, скорее всего. Опять-таки, здесь судить по доктору Каузу. Очень быстро забывает весь общий курс. Он не понимает, зачем. Мы же не понимаем. Я, например, не понимаю. Могу сказать дальше. А я не понимаю, зачем нам в школе учили силы. Кроме формулы C2H5UH я ничего из курс химии. Я, на самом деле, помню больше. Как два О. Вода. Ну это касается не столько. Опять-таки, потому что я помню. Опять-таки, потому что у меня так особо. Я помню структуру, как устроена химия. Не какие там конкретные элементы, из чего она состоит, а как она устроена. Да. Да. Но C2H5UH знает и человек, который там химии. Ну а дворог весь народный. Никогда не прибавлялся. И, в общем, зачем нам это знание, тоже не очень понятно. Ну, разве что, когда мы воруем с цистерной, прочесть... Что она не написана. Да, что она не написана. Ну, такое практическое знание. Может быть, кому-то послушается. Или, по крайней мере, плазма. Так вот, рутинно, да? Давайте, да? Я все-таки предполагаю, что способность создавать рутинность здесь сконцентрирована в гораздо большей вере, чем в других местах. Еще одно. Я сказал, как потенциальная способность, которая иногда бывает реальна. Я это тоже знаю. Во-первых...